Увод на эти первых вучения в облако радиации рухается у бок Хотимска, который находится у 100-километровой зоны АЭС. У готовности были проведены пункты назирания и лабораторного контроля. Проводилась эвакуация людей. Уважаемые жители деревни Литровка, в связи с аварией, произошедшей на Хмаленской атомной электростанции, есть необходимость отселения вас в безопасную зону. В связи с этим просьба пройти в автобус и занять места. В комиссии по надзвучайных ситуациях штабы працевали во всех городах и районах. Задача штаба – это взаимодействие по управлению силами и средствами, задействованными в учениях, а также принятие управленческих решений. Такие же штабы созданы на базе наших районных центров, а также в городе Могилёве и в городе Бабаруйске. Милиция, медики, предприятие транспорта и сувязи сродки массовой информации. В учениях были заденечены разные службы и ведомства. Усё максимально наближно до реальных подей. На умовно забрудженных радиаций территориях разгорнули пункты, выдачи сродков индивидуальной обороны. Один из основных пунктов – йодовая профилактика. Побач группы радиационного контроля брали для доследования пробы воды по ветру. Радиационный фон в норме. Группа самопедразведки прибыла для отбора воды, для дальнейшего анализа. Но резерва показывает норме. Особливая увага уходе в учениях в ветеринарному контролю. Свино в ветеринарной разведке провело замер радиационного фона помещения, кормов и животных. В данном случае радиационная форма является в норме, поэтому обработка дезинфекционными средствами обеззараживающими не требуется. Уходе в учениях до Талёва выучалась ступень под рихтованностью службы и ведомства в области до ликвидации аварии на атомной электростанции. Практические мероприятия по эвакуации отрабатывались в 100-километровой зоне от Смоленской атомной электростанции, поэтому люди понимают, что это меры необходимые и в любой момент может понадобиться. Поэтому с пониманием. Специалисты подкресливают, что в учении проводились планово и строго ответили рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.